Пойти с учениками что ли поговорить, а то вон тут, как оказывается, иногда они пытаются эксперименты проводить, они у них не выходят и они умирают, и это не совсем мне нравится. Не знаю, может там помощь какая требуется, там по-моему Джарга что-то говорил по поводу того, что ему нужна какая-то помощь, мне кажется, что будет полезна и мне, и ему, я чего-нибудь возможно новое узнаю, он тоже умение и знания свои прокачает. Так, я сейчас в старую комнату пройду, интересно, она все еще моя или кто-то занял, я про вот эту вот, да или кто-то занял, или вот эта моя, нет, а вот моя, и почему-то Джарга сидит именно здесь. Так, нет, но я достигну. Это хорошо, но Джарга выучит их первых. Да как? Хорошо, наконец-то, оказаться среди магов, которые могут угнаться за Джаргу. Ну знаешь, речь не всегда идет о соревновании. О, ты ошибаешься. Ты не можешь согласиться со мной по одной единственной причине, ты проигрываешь мне и не хочешь это признать. А почему вообще ты пошел учиться в коллегию? Маги всеродили только и думают о политике. Синод и Лига Шепотов слишком заняты защитой своих секретов, чтобы заниматься еще и обучением. Джарга не слишком рвался именно в Скайрим, но Винтерхолт не вмешивается в политику и занимается именно обучением. Здесь Джарга станет великим. Похоже, ты уверен в своих силах. Джарга уверен в себе не просто так. Магическое искусство, обаяние и сильная воля. Джарга достигнет успеха, в этом нет сомнения. Ладно, а помочь-то тебе чем внезапно нужно? Джарга видит, что ты нравишься Толфтеру. Ты же хорошо владеешь магией, да? Джарга очень старается, но не может справиться сам. А как же... Какого рода помощь тебе нужна? Джарга много трудился. Учил новые заклинания. Пробовал новые приемы. Это сделает Джарга великим магом. Но Джарга так много работает, что у него нет времени опробовать новые заклинания. Если ты ему поможешь, ему будет легче учиться. М-да? Джарга даст тебе свитки, а ты их используешь и расскажешь про результаты. Хороший план, да? Ты скажешь мне, Джарга, что пора, и он даст тебе свитки. Ну давай. Ха, не можешь устоять, да? Посмотрим. Думаю, вот этот. Джарга придумал чудесное заклятие. Огненный плащ с кое-какими усовершенствованиями. Придумал. Он особенно хорош против нежити. Должен ее сжигать дотла мгновенно. Джарга даст тебе много этих свитков. Опробуй их и возвращайся. Расскажешь, как сработало. Там один... Расскажет рассказа, как работают его свитки. Один там уже работал над этим делом. Окей, наверное. Хорошо. Если у тебя есть время, можешь мне кое с чем помочь? О Винтерхолде много? Не, подожди, что это за вопрос? Я лучше пойду. Тоудер. Я всегда к твоим услугам, Архимаг. Так, тебе есть что-нибудь, что мне вообще еще нужно знать, а то я Архимагом-то, можно сказать, ну, только два месяца вот заправляю. Вообще-то да, Архимаг, кое-что требует твоего внимания. Мы получили известие от Ярла Рифтона. Кажется, у них там какая-то аномалия. Детали не раскрываются, но похоже, что мы с этим уже сталкивались. Я подозреваю, что сила, выпущенная оком Магнуса, не была поглощена полностью и скопилась в этой части Скайрима. Скайрима, надеюсь, что посох Магнуса по-прежнему у тебя. Ой. Думаю, он тебе пригодится. Он у меня солит, Юди. Хорошо. Эээ, ну вот, думаю, как-то я... А почему я? Потому что, как обычно, это работа... Ладно, хорошо. Так, против нежити... Свитки против нежити надо использовать три раза, при этом он дал мне их 10 штук. Просто один там... Замечали уже, да, там... Один уже пытался тоже что-то огненный плащ использовать для того, чтобы повлиять на погоду. В итоге там модернизировал огненный плащ. В итоге случилось что? Правильно. Не самое приятное, что могло произойти. Но хорошо, хорошо. Допустим. Попробуем. Не думаю, что я прямо сгорю, но... Конечно, неловко будет. В Рифтон! Да, давно не был в Рифтоне. Но посох Магнуса, который мне нужен, если я совсем не дурак, находится у меня в Солитьюде. А это значит, что, Тенегриф... Мы с тобой отправляемся в Солитьюд. Я думаю, все мои... Все мои проблемы меня уже отпустили, скорее всего. Надеюсь на это. А, на Тенегрифе удобно. Когда лошадь есть, удобно. Но, типа... В смысле? А? Я же... Я заплачу штраф, отстань. Умница. А теперь пошли в замок. Весь краденый товар мы конфискуем и гуляй. А без проблем у меня его нет. После уплаты штрафа. Весь краденый товар вы у меня конфисковали, ребята. Молодцы просто. Только я когда у вас был здесь? Месяца два назад. По-моему, я выплатил вам штраф. Нихера себе, сколько у меня денег? Ну, у меня просто золота много, ладно. Охренительно просто. А я помню, из-за чего у меня это. Это вот мать ночи с темным братством своим. Иди, говорит, выполни свою работу, убей там вот этого вот. Ты что, колдуешь, да? Ну, как ты заметил? Куда я иду? Мне же... Мне же домой хотел... Типа, вот, ты там, блин, иди убей вот этого. То, что он находится, блин, средь белого дня, там где-то около конюшня, где людей еще миллиард, помимо него. Это не важно. Я тебе заплачу 800 септимов, но ты при этом получишь штраф в 1000 септимов. Угадай, кто окажется в минусе, ну и так далее. Поэтому я больше не выполнял эти задания, потому что, ну, бред просто полный вообще. Тем более, я думаю, что темное братство... Точнее, те, кто там остался, справятся и сами. У меня вот сейчас... Другая работенка немного. Так, а вот теперь вопрос. Я очень сильно надеюсь, что посох Магнуса здесь, потому что... Да! Есть маленькая вероятность, что он... В Айтране, например, остался. Но, в принципе, там, конечно... Почему клинок горя валяется просто так? Можно, пожалуйста, лечь? А, посох Магнуса, очевидно, не здесь. Замечательно. Я думал, он у меня в Слитюде. Ну, значит, он в Айтране. Он точно не в Винтерхолоде был. Это значит, что он в Айтране. А если он в Айтране, это значит, что он дома в Айтране. А сейчас... А, сейчас 5 утра. Хрен меня, наверное, кто довезет. Хотя, с Литью тут могут. Без понятий, честно говоря. Попробую, попробую. Все может получиться. Я, конечно, не хотел на свою жопу никаких приключений, но у меня есть такое предположение, что дальнейшее изучение магии без использования, соответственно, этой же магии в деле... Я не знаю... Ну, без практики, по сути. То есть, у меня чего? У меня было не так много практики. Я знаю эти заклинания, просто потому что я их знаю. Просто потому что я какое-то время занимался магией. До этого, как бы, и все. Особо я их не напрактиковал. Наверное, пару... Пару выстрелов сделал, огненных шаров, да и забил. Так оно и было, скорее всего. Так что нужно сейчас будет разобраться со всем делом. Да, спасибо. Вайтран едем. Как же рад. Потому что переть самому такое себе... Что-то переть самому на тени гриве, там, выжидать. Не, фу. Фу-фу, еще раз фу. Главное, чтобы я не ошибся. Но око Магнуса я точно вывешивал. Я его вывешивал, а если я его вывешивал, и в итоге оно у меня висело не, блин, в Салить-Юде, значит, что у меня там не оставалось места, я оставил его в Вайтране. Но в Вайтране тоже я некоторые вещи оставлял, поэтому... Все вероятно. Абсолютно все. Надеюсь, я не ошибаюсь. Потому что если сейчас будет какая-то ошибочка, то это будет неловко. Потому что тогда единственным местом останется, угадайте, Винтерхоуд. Да нормально, ребята, нормально. Вы же первый город, который дали мне это звание. Вы же офигенные ребята. Подожди, Вайтране? Да, Вайтране у меня первый этан был. Ох, как я сильно надеюсь, что оно и здесь есть. Ох, как я надеюсь. Да, посох Магнусу. Ну, на всякий пожарный заберем. Штука абсолютно бесполезна против не артефактов Магнуса, но все же. Так себе она работает на все остальное, потому что что там не урон, а энергию высасывает из цели. Но не так сильно, то есть намного проще. Просто типичный Боевый Маг. Намного проще выстрелить пару... Просто бахнуть фаерболом и забыть. Чисто я... Блин, вот, кстати, будет очень неловко, если я как-нибудь на дракона сейчас наткнусь. Потому что с моим уровнем понимания боевой магии и дракон, такое себе получится совпадение. Закончится это быстрой смертью, чьи непонятно при чем. И от кого, главное. Он умрет, потому что он умрет, или я умру, потому что... Господи, Бьерл, он почему-то постоянно где-то... Да, можешь, правда. Да иди туда, пожалуйста, сядь, я у тебя попрошу. Еще раз, давай. Давай, давай, давай. Да, книжку достань. Да, вот села, давай. В Рифтон, погнали. Отличная погода для поездок. Надеюсь, она продержится. Вот в Рифтон едем. Вот, сейчас еще и в гильдию-то загляну. Ох, всех проведаю. Скажу, как ребята поживали. Чем занимались. Ну, у гильдии, насколько я знаю, тоже все хорошо. Они там заказы выполняют. У них там все более-менее с этим хорошо. Последний раз, когда приходил, было все отлично. Так что не думаю, что будет что-то прям плохое. Ну, мне как бы и не к ним. Но у меня как бы в Рифтоне и дома-то нет. Так что, наверное, придется... Старую добрую гильдию, да? Да, да. Так же можно. Ну, или, наверное, учитывая, что я только с повозки. Ты, наверное, из тех волшебников. Почему вы все уходите? Я бы не сказал, что я прям супер такой уставший. В принципе... Какие-то его странные. Я бы... Без проблем. А нахер я в... А, наверное, так надо. Окей. Ребята, я тут вообще по своим делам отдельным. Не по гильдии, даже не по своим... Ну, в смысле... Дела коллегии Винтерхолда. Коллегия... У коллегии все хорошо, кстати говоря, стало. Так что уничтожить аномалию. Аномалия находится... А, аномалия вообще где-то даже не в рифте, не она рядом тут. О-о-о. Да я на ферме, я же там бегал. Я знаю это место. И как раз, по-моему, от... Господи, нет, медоварни. Как называлось? Поместье Золотоцвет. Я же там пока от поместья Золотоцвет, по-моему, скрывался. Я там в воду нырял. И просто что я там только не делал, чтобы выжить. И... В итоге успел. Блин, а вот ночью как-то не очень-то и комфортно. Я бы не сказал, что мне прям супер весело гулять по лесу. Но окей, хорошо. Без проблем. Это прям тема для Магнуса. Это... Это сверхзнакомо... Да, это тема для Магнуса. Просто даже не обсуждается. Так, хорошо. Просто высосать, надеюсь. Просто уберись. Воу-воу-воу-воу-воу. Здрасте. А что это вы такие сильные? А нет, это... Это другой урон, который прошел. Подожди, а... Да, боевая магия. Здравствуйте. Как раз-таки этого мне и не хватало. Ой, не то. Так, две на мали, ничего страшного. А что мне мешает? Подожди, ну-ка. Вы же, ребята, от Магнуса, правильно? Да, но вам это наносит максимально-минимально урона. Так что, видимо, нет. Ну, что это такое? У меня проблемы с точностью пока. С тетивой. Стражи рассвета, вы издеваетесь? Выточу, приперлись сюда. Добейте аномалию. Просто добейте. Ты смотри, какой, а... Ай! Граждане, твою мать, помогите! Нападают, уроды. Как вы меня бесите? Куда-то я еще не в ту сторону решил побежать. Так. Да, сдаешься, да? Вот кого-кого, а Стражей Рассвета я до конца жизни, судя по всему, буду убивать. Я так и знал, что просто так я не смогу выйти из коллегии. Будет какая-нибудь проблема сразу же. Куда ж... Куда ж без этого, ну? А где еще, уроды? Да, вот на вас, по-моему, вы просто идеальные претенденты для тренировки. Магии. Слушай, ну мне реально нравятся огненные шары. Намного... Намного приятнее, я бы сказал, чем... В общем, цепная молния. Да, я сдаюсь. И умер просто. Я охренею просто. Типа... Это сколько времени они за мной ходят уже? А где труп? Где труп? Я его не вижу. Ладно, хорошо. Пофиг на их трупы. Че я в них там найду? Септимов немного? Это прям поможет, да. Угу. Окей, хорошо. Но аномалия, во всяком случае, испарилась. Что не может не радовать. Тенегриф здесь. Просто стражи. Я просто вижу уже людей с оружием, думаю, опять стражи расходят. Света такие, что? Опять в плащах, вот это вот. Хорошо, хорошо. Надо вернуться к Толдеру, сказать, что все готово. Блин, я бы, честно, поискал камни. Но, блин, пять... Не камни, а как они? Не алтари даже. Хотя нет, алтари. Там пять алтарей. Каждый из которых символизирует какую-то школу магии. Я бы их... Я бы их поискал. Мне бы вот место только их найти. И было бы просто шедеврально. Как минимум магию разрушения. Я бы точно немножко поднял бы. А почему нет? Почему нет? Это не так сложно делается. Тем более, думаю, что рано или поздно я наткнусь. Короче, это вообще... Как обычно это работает у меня. Рано или поздно я наткнусь. Так это точно. Где-нибудь оно валяться будет. Вообще, еще были интересные руины по пути. Вот. Пока я учеников искал. Винтерхолд обратно. Потому что... Почему интересные руины? Потому что там может быть что-то внутри. То есть, я не знаю, что-то интересное. Что-то может быть магическое. Тем более, там будут не люди. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что я попадусь на что-то. Хотя, даэдра... Вот, даэдра везде. Я думаю, что если я приду в какой-нибудь руины и такое, типа, здрасте. Я пришел тут что-то искать. Я думаю, я сразу наткнусь на даэдра. Учитывая, что уже очень длительное время у меня не было таких больших приключений. Сидел вот здесь, вот, и ничего не делал. Так что, скорее всего... Да, при первой же возможности... И мне дадут какие-нибудь невероятные истории. Ну, пока что... Пока что вроде все более-менее хорошо. Но, тем не менее. Вот, аномалию. Да, я убрал аномалию. Да, это что-то магическое. Я справился с чем-то магическим. Да, я использовал магию. Но, нет, я, как бы, не то, чтобы прям сильно... Я всегда к твоим услугам, Архимагу. Все неприятности улажены. Очень хорошо. Думаю, Ярл будет очень доволен. Настолько доволен, что выделит коллегии приличное количество золота за устранение проблемы. Я думаю, что логично было бы передать большую часть награды Архимагу. Это заслужено. Неплохо. Вы за знаком-то разговариваете. Ладно, не буду прерывать. Кто еще может... Хм... Какой еще мог быть проблема, ребята? Онмунд. Мне нужна твоя помощь. По личному делу. Что-то не так? Да, но это нужно хранить в тайне. Я заключил договор с Энтиром. У него было кое-что нужное мне, и я отдал ему кое-что свое. Это была ошибка. Я хочу вернуть то, что я ему отдал. Этот амулет принадлежал моей семье. Его нельзя было отдавать Энтиру. Но он и слышать ничего не хочет. Поговори с ним. Узнай, что надо сделать, чтобы он отдал мой амулет. Окей, наверное. Энтир, ты... Так и думал. А... Ладно, хорошо. У меня с Энтиром вроде более-менее нормальные отношения. Я никогда не откажусь от хорошего товара. Приноси мне все, что ты... Хм... Найдешь. И мы договоримся. Ну да-да-да. У тебя есть вещь, принадлежащая Онмунду. Он хочет ее вернуть. Силы небесные. Очаровательно. Онмунд так боится иметь со мной дело, что прислал тебя. Объясню максимально просто. Все мои сделки окончательные. Онмунд знал это с самого начала и все равно пошел на обмен. Так что говорить тут больше не о чем. Ммм... А если я заплачу тебе за амулет? Нет-нет, ты, кажется, не понимаешь. Онмунд заключил сделку. Он сделал выбор, пусть смирится. Но... Я же ясно сказал, что все мои сделки окончательные. И мне вообще никак тебя не переубедить. Какая настойчивость. Нет, это просто очаровательно. Онмунд сдался, как только я один раз отказал. Но не ты. Хорошо. Я расскажу тебе историю. Давай представим на минуту, что кое-кто пытался получить некий посох. Давай также представим, что он отдал ценные вещи за этот посох. Но позже выяснилось, что этот человек может использовать посох во зло. Последствия могут быть катастрофическими для всех. Ты меня понимаешь? К чему ты клонишь? А ты не очень-то быстро соображаешь. В общем, я продал кое-кому посох, но позже понял, что это была ошибка. Так что я хочу вернуть посох. Теперь понятно? Ты не освобождаешь Онмунда от его обязательств, но хочешь отказаться от своих. Это совершенно другая ситуация. Я не жду, что ты поймешь все непосохи. А, ну. Но я сделаю тебе простое предложение. Ты добудешь мне посох, а я отдам тебе драгоценный амулет Онмунда. Договорились? Я забралась в эту даль за Стайрим, только чтобы родные перестали на меня давить. Окей. Амулет Онмунда в обмен на мой посох. Принесу я тебе посох твой. Наконец-то мы договорились. Мне не терпится его получить. Чем раньше, тем лучше, кстати. Класс. И где мне его искать? Да... Хотя... Недавно был в рифт и не заходил. Посох. Класс. Где он мог его продать? Только не говорите, что... Ага. Угу. Понял. Угу. Нет, я не хочу. Туда с какой-то тени гриви дойду до Виндхельма. Я вас понял. Я вас понял. Хорошо. Посох так посох. Ну, честно говоря, я не знаю. Не то, чтобы я прям сильно хочу отдавать интирую все, что угодно. Но, если этот посох не... Хотя, блин, он его так назвал, что вот там. Попадет не в те руки. Все, сразу конец. Нет, ты не хочешь спать. Моя повозка. Самый безопасный способ путешествия. Да ты что. Ну что ж, тени гриви, тогда нам предстоит с тобой долгий путь. Долгий... А, но тем более тут все... Да, тут, господи, я пробегал тут миллионы раз, по-моему. Все знакомые тропинки. Но все равно там есть некоторые пещеры, в которых я еще не заглядывал. Но... Меня пока друг... Здесь тоже? Твои совести преступления против Скайрима и его народа. Что ты можешь сказать в свою защиту? Я заплачу штраф. Умница. А теперь пошли в замок. Весь краденый товар мы конфискуем и гуляй. Конечно, после уплаты штрафа. Все еще нет ни одного... Господи, когда это было? Ну, вы издеваетесь. Но это было лет десять назад. Ну как лет десять? Пару месяцев? Ну, не важно. Так, логово... Логово Моварта. Мне вообще вот как-то не доставляет никакой уверенности название. Логово Моварта. Ну окей. Скажем, я попробую. Да. Допустим. Логово... Логово Моварта. Нет, это необычное место. Типа, ну серьезно. Это же... Это логово Моварта. Это какая-то хрень с именем Моварта. И это его логово. И в твуматинтир продал ему посох. Такое ощущение, что это сейчас может закончиться чем-то вот... Не колоссальным. Для меня особенно кровь. Ну да. Старая тема. Ладно. Кстати, максимально сильная. Я всегда ненавидел именно такие места. Естественно. Либо я не до конца понимаю огненный шар. Либо он правда так... Не совсем много урона наносит. Непонятно. И вот хрен пойми, кто ты такой. Разбойник Огр. Ну как бы понятно. По нему видно кто он. Трелл вампиров. Здесь еще и вампиры. Господи. Так. А можно, пожалуйста, узнать какого хрена Интир, например, пытался работать? Даже... Даже я не знаю как это объяснить. Он, получается, работал с треллом вампиров, простите? Потому что вампиры, насколько я знаю, водятся только себе подобными. Всех остальных они, ну, грубо говоря, едят. Ну, пьют кровь, убивают. Как угодно это можно назвать. Смысл один и тот же. Не, ну, слушай. Огненный шар это просто что-то с чем-то. Двоих. Два раза. Охрененное просто заклинание. Заклинание 10 из 10. Серьезно. Это просто офигительно. Так, в принципе, можно, наверное, даже опробовать что-нибудь типа вот этого. Почему бы и нет? Огненные Атаранахи всегда приветствуются. 131, ты смотри. Как приятно. Так. У меня есть пару вопросов, к Интиру. Какого хрена? И в сундуке находится посох. Великий посох очарования? Ну, я думаю, он... Существуя люди уровня 12 ниже, не сражаются в течение... Ну, такой себе посох. Не сказал бы, что он прям крутой. Посох ледяного Атаранаха. Ммм. Хорошо. Призванный меч я знаю. Окей. Я всех убил здесь? Они закончились? Великолепно. Что, ребятки, у вас имеется? Отмычки, гранаты. Ммм. Чё это? Там большой паук? Что за звук? Не понимаю. Давай, убивай. Смотри, какой. Так, ну-ка и попробую ещё раз молнию. Ну, тоже неплохо, на самом деле. Не знаю, хорошо работает. Комбинировать нужно вообще. В идеале, все эти заклинания, они хорошо комбинируются. Так что... Ну, просто огненные шары просто вообще... Мне так и не нравятся, я не могу. Взрыв. И взрыв. Твою мать. И... И урон. Я так понимаю, что если я ещё и скры... Ну, и с... Из скрытного состояния это сделаю, то там, скорее всего, ещё и урон будет больше. Ну, всё. Трево закончились. Так. И вот так вот проходила абсолютно вся старая жизнь. Вообще вся. И я к ней возвращаюсь медленно. Зашибись. Просто превосходно. Ладно там с аномалиями разбираться. Ладно там убивать всяких... Мистических существ. Магических существ. Но... Вот опять вампиры и люди. Один раз с вампирами. Нет, даже не с вампирами. Вот просто с какими-то стражами с ранами повёлся. Вот они до сих пор меня убить пытаются. В итоге... Было очень весело с вампир. Ну, короче, это вот моя стандартная схема. Досолить Юды недалеко отсюда. Так, ну это, в принципе... Мне нравится, что у меня получается выполнять задания для... Учеников. Потому что, почему бы и нет, всё-таки они ученики. Правильно? Когда пытаешься быть хорошим архимагом. Помогать ученикам и всё такое. Повозку, что? Винтерхолд. Как будто по мне не видно. Как будто по мне не видно, что мне Винтерхолд. Серьёзно. Ну, ничего. В принципе, привыкну. Я говорю, без практики очень сложно стать хорошим магом. А, блин, архимаг Винтерхолду должен быть хорошим магом, я думаю. А что у меня, кстати, стоит? Я просто забыл. А, питомец. Кстати, вот насчёт питомца. Вот мне безумно интересно. Мне сказали, не вызывать никого на территории коллегии. На территории города и коллегии. Так что, не. Потом. Потому что я что-то забыл. Я сделал от Аранаха, и я почему-то думал, что... У меня там что-то другое. Но вот огненный питомец, блин, я когда увидел... Я такой думаю, блин, это хорошее заклинание. Надо научиться его использовать. Кстати, нечисть... А пауки нечисть? Или можно сказать, что я так нечисти не встречал, чтобы свитки Джазарга-то поиспользовать? Полагаю, это не просто визит вежливости. Сразу перейдём к делу. Вот посох. Теперь амулет давай. Приятно иметь с тобой дело. Аси его. Амулет, кстати... Ой, посох вообще никакой. Ой, там эффект просто... Просто говно. Он... Вот твой амулет, короче. Ну вот. Отлично. Я лучше пойду. Кому-нибудь, может быть, ещё нужна моя помощь? Нужна помощь, если у тебя есть время. Какая помощь? Мы все хотим стать более могущественными магами, да? Так. Ну, мне нужен кто-то, на ком я смогу опробовать несколько заклинаний. Ничего опасного, правда? Ты мне поможешь? Эээ... Давай, ладно, хорошо. Спасибо. Я уже боялась, что придёт запросить Джезаргу. Теперь встань вон там. Стой на месте. Не двигайся. Во! О! О, боги. Этого не должно было случиться. Что? 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 Как ты? Как ты себя чувствуешь? Эээ... Я столько раз всё перепроверила. Я была уверена, что результат будет лучше. Ты что сделала-то? Что ты сделала? Я не знаю. Думаю, какая-то мелкая ошибка в расчётах. Наверняка эффект скоро развеется. Когда это произойдёт, ты будешь в порядке. И мы сможем попробовать снова. А я пока попробую понять, что пошло не так. Брелина. Что за заклинание-то? Что случилось? Всё зелёное. Эээ... Всё зелёное. Зашибись. Ооо, это так... Это так странно выглядит. Это так странно смотреть. Ооо. Да, Брелина молодец, конечно. Просто... Просто шедеврально придумала. Ооо. Класс. Пойду книжку тогда почитаю. Наверное, не знаю. Да в Арканиуме чё-нибудь взять. Кстати, а в Арканиуме нету ничего... Для... Маги, хотя должно быть. Господи, оно ещё и размыто, по бокам вообще ничего не понятно. Я не силён в благодарностях, но я мог бы потерять всё, что для меня важно в жизни. Так что... Так что... Я давно к вам не заходил, но вас вообще не интересуют там древние свитки, например. Очень смешно. Это ориентир тебя надоумил? Не, серьёзно. Если... Ну, если надо, то я могу, как бы, дать. Ты? Ты? Правда? Древний свиток? Получить такую вещь, это была бы великая честь для коллеги. Неописуемая честь. Перед нами открываются новые горизонты познания. Ох, если бы только Септимий был здесь. Спасибо. Прошу, возьми. Это не сравнится с древним свитком, но тем не менее. Твоё имя останется в веках, уверяю. Эй, что надо? У меня вообще ещё два есть, ну окей, хорошо. Покажи, какие книги у тебя. Да, 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 да. Свитки, свитки, ты наверняка найдёшь тут много полезного. Ммм... Ну и что-то связанное с Истоки Гильдии Магов. Город Камня. Ну вот, Истоки Гильдии Магов, в принципе, меня устраивает. До встречи. Давай. На, охренеть, это зелёное всё, это раздражает очень сильно. Просто ужас. Ужас. Ну-ка, покоимые, как будут выглядеть в таком. Ммм, класс. Зашибись просто. Так. Падение с Артала. Истоки Гильдии Магов. Это обязательно нужно будет потом как-нибудь... Как-нибудь изучить. Окей. Так, ладно. К Бреллине я, конечно, вернусь, но чувствую, что... Позже это произойдёт. Хорошо. Твою мать. Это просто охренительно. Вот как. Она не только сделала всё зелёный. Там дефект не только, потому что есть ещё размытость по краям. Мне кажется, что у меня зрение ухудшилось. Прям буквально. То есть не только по цвету. Да, Бреллина молодец просто. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова